Привет! Эд, Ребуар! Ну, доктора Гнусика вышел новый ролик, называется «Пришёл, увидел, убежал». Как-то обычно и происходит в реальной жизни. На самом деле, побеждать получается не всегда. Убегать гораздо чаще. Но это мне так кажется. Короче, давайте посмотрим. Думаю, ролик будет офигенным, как обычно. Так что, погнали смотреть. Ммм, заскучала принцесса. Ни хрена себе. Ура! Оу, ни хрена себе, она уже его ждёт. Я думал, чемодан она сейчас соберёт, но так мне гораздо больше нравится. Э? Моё! Как-то мне кажется, мечок маленький совсем для такого дракоши. Блять. Хорошо. А, блин, ей прям нравится, как дракон его с ним разбирается, да? 300 О, не хрена себе, серьёзно, он победил дракона? В-в-в-в-в-в-в-в! Офигеть... Ооооооооооооо, Глубничка! Л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л и нас ждёт дальше. Ты чё, серьёзно, чувак? Дракона завалил, а ты не можешь дверь открыть? Да мне кажется, ты даже через эти дырки пролезешь, так что давай, вперёд. Так, чё там? Док, пожалуйста, отправьте мне на помощь своих отважных рыцарей, дабы отворить ворота замка и привести его в порядок для долгой и счастливой жизни с принцессой. Окей. По скриптам. Говорят, в замке очень много золота. Возьмёте его в качестве оплаты. О, всё? Спасибо. Так, ну чё стоим? Думаем, как попасть в замок. Думаем? Блин, а чё, нельзя взять, типа, пилу по металлу и просто потихонечку пилить ворота. Ну, типа комон. Или лестницу большую перелезть и открыть с другой стороны. Замки из камня начали возводить феодалы на территории современной Европы в девятом веке нашей эры с целью защитить себя и свои владения. Для строительства замка, как правило, выбиралась естественная возвышенность, откуда было хорошо видно, кто тебе прётся. Роб с водой и высокие стены это не все хитрости, что были в обороне замка. Все башни замка, например, делались выступающими наружу, что позволяло защитникам вести огонь вдоль стен по двум направлениям. Часто внутри замка делали ещё одну стену поменьше, поэтому есть... И там, наверное, как раз-таки замок стоял. Если нападавшие преодолевали основную стену, то оказывались зажаты между двух стен. В таком неудобном положении неприятель давал возможность закромчать себя сверху. Все хитрые... Удобненько на самом деле. ...строения замков позволяли вести длительную оборону. Самая долгая осада замка была на острове Крит. Турки пытались захватить крепость Канди в 17 веке. Им удалось это сделать, но только спустя 21 год. Серьёзно? 21 год? Они 21 год пытались захватить одну крепость? Интересно, что же там было такого, что они реально ждали целых 21 год? Охренеть. У меня потерпения не хватило. Интересный вариант попасть в замок. А можешь просто сделать ле... Да, надо было просто сделать лестницу. Бедный расходник, я сейчас буду плакать. Он был такой молодой. Мозги. Но в замок ты попал, молодец. А ворота открыть сможешь теперь? Приштурм... Мне кажется, он теперь вообще ничего не сможет сделать. ...крепости самым фиктивным орудием вплоть до появления порохового оружия был требушет. Тяжёлый... Нифига себе, это с одного камня развалили целый замок. Интересно. ...вес орудия, патая передавала энергию длинному плечу, на котором находилась проща со снарядом. Стенобитные требушеты имели противовес массы около 10 тонн, которые позволяли метнуть снаряд весом 100 килограмм на расстояние 200 метров. Неплохо. ...вес при этом была довольно-таки неплохой. Таким снарядом с точностью можно было попасть в квадрат 5 на 5 метров. Неплохо. ...вызали, как правило, отёсанные до круглой формы камни или запускали подожжённые горшки с нефтью. А ещё можно было закидать территорию замка трупами животных. Воняло, блин. ...или людей, чтобы запугать и посеять внутри замка всякие недобрые болезни. Да, знаем такое. Ну вот, надо... Блин, вот такие вот ролики мне нравятся, когда рассказывают про Средневековье. ...сразу так. Ага. Как я понимаю, длину лестницами на глазок прикинули. Ну всё, слезайте обратно и делайте заново. А чё, нельзя было вообще снизу на это посмотреть? Камон. А молодцы, чё? А максимальную нагрузку на лестницу хоть рассчитали? Я так и думал. Да, всё, вижу, что нет. Слушайте, мне перед принцем уже стыдно. Мои рыцари пустой замок взять не могут. Сиденки, ну-ка соберите... Хороший обед. ...всех воворот. Обычно в фильмах штурм замков происходит с помощью абордажных лестниц. Но на самом деле такой способ штурма был самоубийственным делом. Поэтому намного чаще штурмующие под прикрытием своих лучников просто расковыривали стены в тех местах, где появлялись разломы после работы стенобитных орудий. Мм. Ну, примерно что-то похожее было в «Властелине колец», когда орк бежал взрывать бомбы, которые там установили в «Водостоке». Значит так, бестолочи, раз не можете перелезть через стену, просто в тупую ломайте старые ворота. Давно их надо было сломать, камон. Только не забудьте потом новые поставить. Вот они сейчас сломают ворота, вместе с ними сломается еще и мост, ну и как они туда заберутся потом, потому что, типа, они собираются походу их взрывать. Замка — это самая укрепленная его часть. Путь к воротам обычно преграждал подъемный мост, но были и более оригинальные решения. Такие? Например, качающиеся мосты, которые делали по принципу качели. Фига. Перед воротами штурмующие находились на одной части этой качели и уверенно стояли на мосту. Но как только враги пересекали ворота, они оказывались на другой его части, которая перевешивалась под их весом и скидывала их всех в яму с копьями. Хрена себе удобно. А как тогда защитникам замка проходить по этим воротам? Еще над воротами обычно находились смоленные носы, через которые защитники щедро поливали штурмующих кипящей смолой. Я тебя сейчас обоссу! Не обоссышь, а обоссу! Ну вот, ломать не строить. А где принц? А, уже? Быстро он, быстро. Понятно. Блин, классно нарисовано башня. Скоро будет пополнение. Походу. Все, переходим ко второй фазе. Теперь наша задача сделать это унылое место комфортным для жизни. Втроем вряд ли у них получится. Из-за своих оборонительных функций замок был не лучшим местом для постоянного проживания. Узкие окна не давали достаточно света, а толстые каменные стены не позволяли прогреться комнатам до комфортной температуры даже летом. А так как замки находились на возвышенности, то выкопать колодец с питьевой водой было порой дороже и дольше, чем возведение всех постройок на территории замка. Ну что, темно и холодно? Ооо, а следующее к Игре Престолов? Да. Ну вот о чем я и говорил. Смотри, даже камина нет. Ну, какие будут предложения по отоплению? Да? Давайте мы большой замок согреем одной маленькой свечкой. Ну а что бы нет-то? И сколько свечей понадобится? В среднем тепловыделение свечи 15 ватт в час. Так. Для отопления одного квадратного метра кирпичного дома нужно около трех свечей. А у нас площадь замка 4000 квадратных метров. Хэна. То есть нужно более десяти тысяч свечей, которые нужно постоянно еще и менять. Охренеть. Да ну их нафиг. Уху, согласен. Чё? Батареи? Не проходит? Блин, эти узкие винтовые лестницы вообще никуда не годятся. А холодильник с роялем как будем заносить? Ха-хаха-хахаха. Спиральный лестник... Сверху, наверное, на вертолете спускать. Лестницы в замках были очень крутые и, как правило, закручивались вверх против часовой стрелки. Так как большинство людей правши, то нападавший снизу стоян на такой лестнице не мог нанести эффективный удар мечом вот зачем так сделали блин интересно на самом деле кстати лестнице зачастую были настолько узкими что в ширину помещался только один человек поэтому если врага толкнуть вниз как в россии блин все фасады загажены ей я так и думал обиделась тебя спас камон почему именно ему отлично местоположение всего в 10 минутах лет от населенного пункта ты злой конечно берешь отдаешь злобному дракуле на бедную деревюшку замки отопления электричество интернет ютуб на планшете все такое а можно я заберу пожалуйста этот замок что такое интернет ладно забей на этот пункт электричество он знает что такое да еще к замку прилагается принцесса конечно молодая красивая хочет крови и мести а не тебе ошибки молодости своей ты не возражаешь и готов подписаться а ты мой кровосос сердечный я тоже подписываюсь давай подписывайся блин шикарный видос как обычно получился как я уже сказал где-то в середине ролика я очень люблю подобные видосы про средневековье вместе с гнусом мало того что получаю новую информацию как например про винтовые лестницы так еще и поржать можно от души огромному спасибо за такой офигенный контент лайкусик я уже поставил но если вам понравилась моя реакция не забывайте ставить под ней лайки обязательно подписывайтесь на канал оставляйте комментарии ну а с вами как всегда был реборн всем спасибо за просмотр всем пока пока